Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Ума-палата. И я, её ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задаёт вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества, думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи – благотворительность и меценатство на Вятке. А беседовать на эту тему я буду с доктором исторических наук, профессором, руководителем научно-исследовательского центра регионоведения библиотеки имени Герцена Михаилом Сергеевичем Судовиковым. Здравствуйте. Михаил Сергеевич, вот Вы написали несколько книг о вятских купцах, предпринимателях, где рассказываете в том числе и об их активной благотворительной и меценатской деятельности. А вообще, что следует понимать под благотворительностью и меценатством? Мы как-то это вот всё через запятую, но, наверное, ведь это разное понятие. Да, Владимир Сергеевич, это разное понятие. Действительно, вот в современной жизни мы часто слышим, когда человека называют одинаково и благотворителем, и меценатом, хотя если взять смысловое содержание вот этих понятий, мы увидим, что это разные термины. Под благотворительностью понимается общественная деятельность, добровольная, которая нацелена на поддержку бедных слоёв населения. Это так называемая социальная благотворительность. Термин этот появился ещё в дореволюционный период, и благотворителями в Вятке называли многих купцов, ну, такие известные фамилии, как Булычёвы, Терышкины, Прозоровы и так далее. Этот список можно продолжить. И следующее понятие — это понятие меценатства. Ну, само это понятие связано уже с неким иным видом деятельности. Это понятие связано с поддержкой культуры. И речь идёт тоже о поддержке со стороны людей, которые имеют средства и театров, и поддержка музеев, библиотек, поддержка науки. Ну, вот меценатами называют, как правило, тех людей, кто поддерживает науку и культуру. А вот сегодня есть ещё такой термин. Ну, как сегодня, он, наверное, появился лет 20-25 назад. Спонсор, да, или спонсорство. Слышали, наверное? Да, да. А это-то что такое? И куда его отнести? К благотворителям, меценатам ли это? Какой-то особый вид деятельности? Ну, спонсорство обычно уделяют как особый вид деятельности, общественной тоже деятельности. И, ну, в чём отличие вот спонсора от благотворителя и мецената? Спонсорство предполагает некие обязательства для того лица, кто получает эту помощь. Ну, обязательства могут быть связаны с тем, что мы, например, должны назвать имя спонсора, порекламировать какую-то его продукцию. А благотворительность и меценатство понимается как деятельность, ну, совершенно бескорыстная. Спонсор, ну, он всё равно ждёт ещё какую-то отдачу. Здесь речь не идёт о какой-то прямой материальной выгоде. Вот, это уже у нас будут инвесторы тогда, да. Вот, а здесь речь идёт о, возможно, ну, каком-то моральном поощрении. Ну, в целом, вот это необходимо для спонсора для того, чтобы, ну, как-то отрегулировать или прорекламировать свою деятельность. Ну, вот такие вот отличия существуют в современной лексике, когда мы говорим... Тогда мы двинемся дальше, определив понятия. И вот я прочитал пару ваших книг как раз про купцов и их благотворительность. И вы знаете, пришёл к выводу, что до революционной Вятки вот эти традиции благотворительности и меценатства были настолько широко развиты. Чуть ли, ну, я так понимаю, что Вятка была лидером вообще в России. Может, не самое такое первое место занимало, но очень значительную роль играла благотворительность. И как ни в каком другом регионе это было развито. Вот, люди тратили на благотворительность огромные деньги. По тем временам, если вот современное перевести, это, наверное, ну, миллиарды вот так было бы, ну, в годовом исчислении на благотворительность уходило. Как вы думаете, что людей подвигало на то, чтобы они вот делились другими своими честно заработанными деньгами, порою всеми своими сбережениями делились? Ну, тут было несколько факторов. Ну, действительно, благотворительность была очень развита в Вятке. И, ну, истоки благотворительности были, например, связаны с помощью церквям, с помощью строительства храмов. Вот. Ну, то есть здесь вот один из мотивов – это религиозное чувство. Ну, в старые добрые времена… А вы говорили, что борьба с бедностью, благотворительность, а церквям тоже, да? Ну, истоки благотворительности, они уходили, да, вот в историю именно церковной благотворительности, потому что, ну, вся общественная, культурная жизнь как раз вот была вокруг церкви. И религиозные мотивы, они действительно играли очень-очень большую роль, потому что купечество было слоем населения очень религиозным. И, ну, вот в народе говорили, например, у богатого черти деньги куют, или пусти в душу ад, будешь богат. И купцы, как люди религиозные, понимали, что они должны искупать свои грехи, потому что, ну, вот в нашей православной традиции богатство никогда не поощрялось. И как раз вот благотворительность – это был тот самый канал, скажем так, через который можно было оправдать свои богатства. И не случайно, что купцы тратили очень большие деньги. Вот отличился, так, мимоходом вопрос, благотворительность или мотивы благотворительности у староверов и у православных, так сказать, официальной церкви христиан? Ну, поскольку всё равно люди все православные, то больших отличий не было. Но, тем не менее, вот благотворители, представители староверов, вот, они тратили, ну, действительно, очень... Кроме религиозных чувств что-то могло сподвигнуть? Может быть, как у спонсоров, говорите, моральное поощрение? Моральное поощрение получали купцы или так, тайком, так сказать, вклады свои делали, чтобы никто не знал, как святой Николай в своё время это делал? Ну, любое влияние действительно имеет много различных факторов. Для кого-то религиозное чувство, ну, вот, для очень многих купцов. А для кого-то было важно действительно получить какое-то поощрение со стороны и губернского начальства. Ну, и тут надо исходить ещё из психологии людей того времени. Купечество, ну, действительно, имело богатые капиталы, но в то же время, вот, на своей социальной лестнице они находились пониже дворянства. И купцы, имея богатые, очень солидное накопление, естественно, хотели иметь, ну, вот, тот почёт, то уважение со стороны общества. Социальный статус. Социальный статус, общественный статус, да. И как они могли его получить? Могли в дворянство-то попасть купцы? Купить как-то это или нет? Ну, во дворянство купцы могли попасть, но это был очень непростой путь. И в конечном итоге, вот, жалованную дворянскую грамоту купцы могли получить только за подписью императора. Ну, то есть, понимаете, как трудно было добраться наверх. В то же время, участвуя в благотворительной деятельности, можно было получить какой-либо орден, который был первым шагом на пути получения дворянства. Ну, и кроме того, вот, те купцы, которые занимались благотворительной деятельностью, они поощрялись местным начальством. Например, в общественных местах могли поставить портрет благотворителя. Могли поставить, например, в городской думе. Вот такая история у нас была с купцом Яковом Алексеевичем Прозоровым. А он, кстати, стал дворянином или нет? Прозоров стал. Да, Яков Алексеевич стал. А еще кто-то из рецептов? Больше. Ну, вот, там тоже была такая вот правительственная, я бы сказал, уловка, связанная с тем, чтобы купцы не рвались в благородное сословие. Но в то же время они имели те привилегии, которые имели дворянство. Для этого в России еще при Николае I учреждается звание почетный гражданин, потомственный почетный гражданин. Ну, были личные почетные граждане, то есть вот это звание присваивалось конкретному купцу. Оно не передавалось по наследству. А звание потомственный почетный гражданин, ну, вот, некоторое произведение Антона Павловича Чехова начинается с того, что потомственный почетный гражданин там такой-то, да. Вот это на самом деле как раз сословное звание. И по своему статусу это сословное звание, оно приравнивалось к дворянству. То есть потомственные почетные граждане получали наследственность своего состояния, купеческое сословие не наследовалось, купцы должны были каждый год подтверждать свой статус. Потомственные почетные граждане нет. Ну и кроме того, потомственные почетные граждане имели многие социальные права, они освобождались от подушной подати, то есть от основного государственного налога, они освобождались от рекрутской повинности. Ну хорошо. Этот вопрос будем считать, что мы это как-то с вами раскрыли. Давайте поговорим о том, на какие цели прежде всего жертвовались деньги? И вообще кого можно назвать первым известным благотворителем вятки? Вот когда этот отчет, на что деньги тратились? Ну я уже услышал, что на церкви, на что еще там, наверное, какой-то перечень есть? Ну направлений благотворительной деятельности было много. Первое основное направление, да, это презрение бедных. Бедных, вот, ну например, устраивались богодельни, ну в современном понимании это дома для престарелых. Ну вот вы спросили, а точка отсчета вот с чего начинается, да? Вот, ну известно по документам, что один из первых на вязкой земле домов для престарелых появился при Екатерине II. Это было в 1772 году. Под этим годом есть упоминание о том, что в нашем городе, тогда в городе Хлынове еще, на купеческие пожертвования существует дом, где презреваются лица преклонного возраста, как женского, так и мужского пола. Ну, если говорить о самых ранних истоках благотворительной деятельности, то, ну тоже документально известные сведения связаны с концом 17 века. В 90-е годы, 17 века в Вятке развернулось каменное строительство, и вот мы можем, например, гордиться тем, что на территории нашего города есть Преображенский женский монастырь, и самая ранее каменная постройка в этом монастыре, это Преображенская церковь, она была построена Ильей Гостевым, известным хлыновским купцом, купцом 17 века. Дальше Царево-Константиновская церковь тоже была построена, вот каменная Царево-Константиновская в конце 17 века на средство Гаврила Петровича Машковцева, основателя очень известной на Вятке купеческой династии. А Владимирская церковь, которая стояла вот на месте кинотеатра... А может, я про церковь спрошу вопрос, но он был в то же время и про нашу основную тему по благотворительности. Вот меня всегда интересовал, может быть, глупый вопрос, но тем не менее, до революции церковь не была отделена от государства, это произошло уже после революции. Она являлась идеологическим инструментом в руках государства, но храмы почему-то, вот вы сейчас даже говорите, строились на пожертвования. Или какие-то храмы все же строились за казенный счет. Как вообще дела в этом вопросе обстояли, прежде всего, на Вятке? Ну, вот такой какой-то вопрос меня давно интересовал, может быть, вы можете ответить. Ну, это давняя традиция. Церкви строились за счет средств прихода, причем строились обычно длительное время. Если... То есть государство не участвовало? Государство могло участвовать, то есть, ну, прихожане могли обратиться с каким-либо письмом, просьбой в соответствующее ведомство попросить деньги. Но не факт, что деньги давались вот на эти нужды. Ну, понятно, были какие-то царские вклады, то есть, если... А это его личный вклад все-таки, не казенный. А вот если, допустим, осваивались новые территории, ведь мы знаем, что расширялось постоянно российское государство, и там какие-то, и общин-то не было, а может, несколько человек, а церковь была нужна, храм для того, чтобы как раз ново... Как сказать, новых прихожан, новое население в веру обращать. А кто тогда давал деньги? Или тоже на пожертвования на какие-то... А нет, ну, новгородцы, когда пришли на Вятскую землю, они первым делом построили что? Храм. Вот, они построили сами. То есть, вот, своими руками воздвигли здание храма. То есть, ну, вот, это тоже один из путей строительства, да. Ну, интересно, да, потому что вы ответили на мой вопрос, который я не знал, как он решался в те времена. Кстати, вот, самый большой величественный храм Вятки, ну, бывший, это Александр Веневский собор, то есть, который был взорван, как мы, к сожалению, знаем, да, и строился он исключительно на пожертвования. А вот, опять-таки, ваше мнение, как вы думаете, возможно ли сегодня воззвести в Вятке столь масштабные объекты, как вот, ну, я не говорю конкретно Александр Веневский собор, а вот такой же по масштабу объекты на пожертвования? Ну, возможно, конечно, но, тем не менее, вот, если мы возьмем тот же Александр Веневский собор, Александр Веневский собор в Вятке, он строился 25 лет. Он строился постепенно. Естественно, местное общество было очень заинтересовано в том, чтобы этот храм был построен. Купцы, которые были городскими головами, становились председателями комитетов по сооружению собора. Это дело времени, дело времени, но если растянуть пожертвования в течение такого времени... Время – это время, да. Время – это время, но там очень много было заинтересованных лиц, в том числе купцов, то есть богатых людей. Ну, а какие объекты сегодня могут объединить наших богатых людей, вообще всех граждан, там какую-то лепту, чтобы каждый унес свою? На что сегодня готовы жертвовать ветчане, как вы думаете? Вот просто вопрос, вот, не то чтобы точно ответили, ваше мнение. Ну, вопрос, конечно, риторический, потому что, ну, действительно, у всех свои интересы, вот, но, на мой взгляд, храм – это то сооружение, которое может объединять общество. И я всё-таки, ну, как вы сказали, оптимист, я верю, рано или поздно Александр Невский собор в нашем городе будет восстановлен, потому что я считаю, что это памятник мирового зодчества, собор оригинальный, не типовой, как тоже иногда бывало, несравненный. Поэтому, на мой взгляд, как раз вот то время собирать камни, оно, ну, настало, и, ну, по идее, просто-напросто, ну, нужны инициативные группы. Ну, понятное дело, что тут должно объединиться и общество, и власть, и духовенство, да, с тем, чтобы была вот такая идея. Мы, в Москве, ведь, воссоздали храм Христа Спасителя. Да, он вот воскрес, может быть, Александр Невский воскреснет. Благотворительность в Вятке не ограничивалась исключительно делами храма строительства, всё же было много разных направлений. Вот расскажите, какие задачи ставило перед собой Вятское благотворительное общество? Ну, да. И какая главная цель у него? Вятское благотворительное общество открылось в 1873 году, это время Великих реформ Александра Второго. И главная цель, которая изначально была поставлена, это искоренение нищенства. Под эгидой... Нищенство или бедности? Нищенство. 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 У нас-то сейчас всё... Мы говорим сейчас всё о бедности, то есть вот я... Это вот есть различие в понятиях? Ну, бедные люди, это те люди, которые всё-таки имеют хоть минимальный, но какой-то доход. А нищие люди, это те люди, которые не имеют ничего. Это как бы бомжи, как по-современному, так? Ну, вот это явление в связи с развитием капиталистических отношений во второй половине XIX века набирало свою силу, поэтому вот вятское благотворительное общество заведовало, например, ночлежним приютом, который располагался, кстати, рядом с полицейским управлением по соседству. Вот. Ну, всевозможные учреждения бесплатные, там, или дешёвые, столовые, потом приюты для бедных слоёв населения. То есть, как раз вот под эгидой благотворительного общества существовало очень-очень много различных учреждений. А больницы были вот на пожертвования или это за казённые счёты содержались? Больницы содержались за счёт средств местного самоуправления. То есть, это были городские больницы, но в то же время были и общественные, так называемые, лечебницы, которые создавались за счёт средств благотворителей. И вот в Вятке во второй половине XIX века была очень всем хорошо известна Михайловская лечебница. Она была открыта в 1875 году. Такое название Михайловское она получила по имени помощника врачебного инспектора Ионы Михайлова, который сделал очень много для открытия вот этой лечебницы. А существовала лечебница как раз тоже за купеческие средства. И вот у нас имеется даже такая цифра, что за период где-то с 1875 до конца 90-х годов примерно около 50 тысяч ветчан получили медицинскую помощь в этой лечебнице. И самое интересное, что в эту лечебницу обращались абсолютно все слои населения. И дворяне, чиновники, и купцы, и даже заезжие крестьяне, которые приезжали сюда на ярмарки, на рынки. Ну, наверное, качественное лечение было. Лечение было качественное, бесплатное. Вот, поэтому все желающие могли получить. Да, и просто еще очень интересный факт. Мы очень хорошо знаем Нижне-Ивкинские минеральные воды, где у нас организован санаторий. А в дореволюционной авиатской губернии тоже был свой такой своеобразный санаторий. Была лечебница минеральными водами. Она была открыта за счет средств елабужских купцов-ушковых. Она существовала в Елабужском уезде. Это в Арзии Ячинская лечебница. Сейчас, ну, чисто территориально она относится к Удмуртии и работает до сих пор. И по своему составу в Арзии Ячинские минеральные воды приравнивались к кавказским. И поэтому те люди, которые нуждались в лечении, они ехали вот на эти воды в Вятскую губернию. Причем эта лечебница, она была широко известна не только в Вятской губернии. И вот с Урала, с Сибири ехали вот лечиться в эту лечебницу, которая, кстати, работает до сих пор. Это и очень известный санаторий в Удмуртии. Здорово. Ну, вот судя по вашим рассказам, благотворительная деятельность в Вятке была организована, ну, очень масштабно. И сегодня на больнице, на школу денег иногда из бюджета не хватает. А там хватало и на домопрезрение, и на богодельни, и на помощь в неурожайные годы, еще что-то. Вот скажите, можем ли мы сегодня подчеркнуть что-то вот из опыта организации, вот из опыта вот этого прошлого? Как они умудрились-то вот такую масштабную деятельность организовать? Как она? Ну, кратко. Ну, благотворительность прошла путь от разовых пожертвований до действительно организованной благотворительности. То есть были специальные организации, тоже благотворительное общество. Потом многие купцы создавали и свои личные благотворительные общества. Ну, тут нужны чисто человеческие еще качества, это неравнодушие, поддержку со стороны властей для организации. В других-то ведь регионах такого масштаба не было. Я читал у вас, вот вы говорите, в Вятке, по-моему, 228 было благотворительных организаций, и в сравнении там с Архангельской областью губернии только 50 там было. То есть в 4,5 раза больше. Ну, здесь имело место быть, наверное, то, что Вятка по территории, Вятская губерния была одной из самых обширных в европейской России. И у нас было 12 городов, 11 уездов. В каждом городе сложились свои купеческие общества, которые очень активно работали, в том числе на поле благотворительности. Хорошо. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим нашу беседу. Ума-Палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-Палата» и ее ведущий Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – благотворительность и меценатство в Вятке. Гость сегодняшней программы – Михаил Сергеевич Судовиков, доктор исторических наук, профессор, руководитель научно-исследовательского центра регионоведения библиотеки имени Герцена и член Вятского интеллектуального клуба. До перерыва мы с вами больше говорили о благотворительности, а давайте сейчас поговорим о меценатстве. Вот как в Вятке появилось меценатство? У нас вроде нет здесь художественных академий, балета. Кого поддерживали купцы? Какие основные направления меценатства в Вятке можно вообще выделить? Ну да, меценатство появилось гораздо позже, чем благотворительность. Веком, золотым веком развития меценатства считается вторая половина 19-го, начало 20-го века. Ну, связано это было с культурным ростом в целом территории Вятской губернии. Но мы знаем, что здесь в 1811 году была открыта Вятская гимназия. Ну, соответственно, среднее образование можно было уже получить, не выезжая в Казань, либо в другие губернские города. Ну, то есть, рост интеллектуальный уровень территории. Затем в 1837 году открывается Вятская публичная библиотека, библиотека, которая тоже сыграла очень большую роль в деле образования местного населения. А что же на пожертвования существовало? Она существовала первоначально на пожертвования. На пожертвования был попечительский комитет, который как раз и регулировал деятельность библиотеки. А вот театр, Вятский театр, он довольно известен историкам и, во всяком случае, заинтересованным людям. Он как, опять-таки, за счет муниципальных средств или на пожертвования? Нет, он появился на пожертвования. Первый Вятский театр был частный. Это был театр Якова Алексеевича Прозорова, у которого большой любительницей театрального искусства была супруга. И Яков Алексеевич, один из своих домов на площади Спасского собора, сейчас вот этот дом, кстати, сохранился, он находится за тюзом, его практически не видно. А раньше дом своим фасадом, потому что не было такой застройки, выходил прямо к Спасскому собору. И вот этот дом был переоборудован, переоборудован под театр, там была сцена, были ложи, был портер. Вот, и в этом театре выступали заезжие трупы из Казани, из Симбирска, ставили вот ревизора. И, ну вот, все эти сведения, они отразились в документах. Ну, постепенно вот этот театр, ну, понятно, город рос, был мал для губернского центра. И поэтому, опять-таки, купцы, купеческое сообщество решило построить новое здание, которое получило первоначальное название Вятский концертный зал. Это был Вятский театр, он был построен на улице Московской, ну, чисто территориально, это, значит, территория современного фонтана на театральной площади. Здание было построено в таком русском стиле, оно было достаточно вместительным. Там были очень удобные кресла, сцена, которая поднималась на специальных винтах, то есть вот уже какие-то технические совершенства появляются. И среди учредителей вот этого Вятского театра были и Тихон Филиппович Булычев, и купцы Терышкины, и купцы Александровы, ну, и целый ряд других известных купеческих фамилий. Поэтому появление Вятского театра, это тоже один из актов меценатства прежде всего. И появление театра, ну, это ведь тоже был показатель роста культурного уровня населения. То есть инициатива появления театра, она шла снизу, это не была инициатива губернатора или там в целом городской думы, она шла снизу, ну, вот, и это показатель роста культурного уровня. Ну, кроме того, не будем забывать, что в 19 веке открывается и первый музей, это Вятский музеум в 1866 году, чиновник Пётр Владимирович Алабин, который очень интересовался и археологией, и был писателем, видя несметное богатство, видя седую вятскую старину, проявил инициативу в деле открытия вот первого музея. И благо, что, вот, были все основания для открытия музея, потому что, вот, самые первые экспонаты, которые были в музее, они были еще вот с той герценовской выставки, которую проводили в 1837 году в Вятке для показа, ну, тогда путешествовавшему по России будущему наследнику престола, вернее, будущему императору, тогда наследнику престола, Александру Второму. И вот эти вот экспонаты, они попали как раз вот в Алабинскую коллекцию и были в числе первых экспонатов. И вот мы знаем речь Александра Ивановича Герцена на открытие библиотеки, а была и речь еще Петра Владимировича Алабина на открытии Вятского публичного музея. И в этой речи Петр Владимирович Алабин сказал, что музей не состоялся бы без пожертвований всех сословий, но самые большие пожертвования были со стороны купечества. Ну, понятно, почему, потому что сословие было более состоятельным. А вот такой вопрос. Недавно мы делали передачу про дымковскую игрушку. А вот народные художественные промыслы, ну, например, та же дымковская игрушка, как-то поддерживались меценатами, или это все было только что продал, то и заработал? В дореволюционный период нет, потому что ценность этой игрушки еще не была определена. И, ну, эта игрушка, она тогда носила, скажем так, утилитарное назначение. Ну, игрушку, ладно, я спросил более широко, вообще какие-то народные промыслы поддерживались бы, или не было представления, что художественная ценность могут представлять какие-то народные промыслы? Ну, кустарные промыслы, они были очень широко развиты в Ярской губернии, и в Ярской губернии не бедствовали. Их товары хорошо расходились на ярмарках и без помощи. Ну, кроме того, в Ярской густаре ведь участвовали во всемирных выставках в Париже. Вот мы имеем замечательные работы Николая Александровича Спаскова об этом. И в Ярской губернии как раз вот была цена и интересна своими мелкими производителями. Выпускались и замечательные корзины, и поделки из дерева, и в Ярской губернии очень широко оценилась. Вот, поэтому, ну, в дореволюционный период не ставилась такая цель поддержать кустарей. Ну, понятно, вот, они поддерживались, но поддерживались именно вниманием со стороны покупателей. Понятно. Ну, у нас не так много времени, тем не менее, вот, вопрос, который я просто очень хочу задать. Почему сегодня мы не видим того размаха благотворительности и меценатства, который наблюдался в Вятке, да и вообще в России во второй половине XIX века? Возможно ли сегодня возродить вот эти традиции? Ну, традиции были прерваны, были прерваны бурным XX веком, были прерваны революцией 1917 года. И, ну, в 1917 году, ведь совершенно друг, после 1917 года была совершенно другая идеология. И мы привыкли к тому, что мы всё получаем от государства. И такие понятия, как благотворительность, меценатство в советские годы, они ведь были утрачены. И не выходили никакие работы, посвящённые благотворителям и меценатам. Мы всё ждали именно от государства. Ну, вот, где-то в конце 80-х, в 90-е годы стали появляться очень интересные работы, посвящённые традициям благотворительности и меценатстве. И об этом явлении мы заговорили вновь. Ну, понятное дело, что любое явление, оно имеет и периоды своего зарождения, и периоды расцвета, там, и упадка. Вот, на мой взгляд, мы сейчас находимся ещё где-то на первом этапе. На первом этапе, когда благотворительные традиции, мы о них знаем, они существуют. Но чтобы вернуться вот к тому вот состоянию, которое было во второй половине 19-го, начала 20-го века, наверное, должно пройти какое-то время, должно измениться сознание. И тогда мы, в общем-то, можем говорить о том, что благотворительность у нас расцветает. Михаил Сергеевич, посоветуйте нашим слушателям, которые заинтересовались темой благотворительности и меценатства на Вятке, какую-то книгу. Ну, одну. На две у нас времени нет. Ну, если говорить об одной книге, то я могу порекомендовать книгу Галины Николаевны Ульяновой. Это московский автор, профессор. Книга так и называется «Благотворительность в Российской империи. 19-й, начало 20-го века». Про Вятку там есть? Там есть некоторые вятские эпизоды, но у нас много и вятской литературы. Приходите в библиотеку Герцена. Хорошо. Наши предки умели организовывать очень масштабные проекты, как мы убедились с вами сегодня. Один из таких проектов – это Вятское благотворительное общество. Оно умудрилось содержать и больницы, и школы, и приют, и богодельные, а главное – ставило перед собой амбициозные цели, например, такое, как полное искоренение нищеты. Задача, которая сегодня, в общем-то, через полтора века оказалась пока непосильной для государства. А вятские благотворители считали ее решение вполне возможным своими силами без участия государства. И мне кажется, тут есть о чем-то задуматься. На этом наша передача заканчивается. Я благодарю доктора исторических наук, профессора Михаила Сергеевича Судовикова. И прощаемся с вами до новых встреч. До свидания. Всего доброго. Ума-палата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова